Всем привет, всем здравствуйте, мои дорогие, всем доброго дня или доброго вечера, у кого сколько времени, кто откуда меня смотрит. Всех рада видеть на моем канале. Итак, мне кажется, что выходные получились достаточно продуктивные в плане контента, в плане активности на моем канале, потому что у нас вышло совместное видео с Любой, ароматы, которые прислала мне Люба, и ароматы, которые прислала ей я. Кстати, кто смотрел Любой на видео, напишите мне в комментариях, понравилась ли вам подборочка, которую я ей отправила. Ну и, конечно же, эфир с Кристиной, это просто, мне кажется, вообще двойной праздник, видео с Любой, эфир с Кристиной, который, я считаю, что у нас тоже удался, немножечко у нас все подвисало, но это не страшно, поэтому эфир сохранен, если вы хотите, можете его посмотреть, но когда там периодически картинка будет подтупливать, или я, которая спала 4,5 часа перед эфиром, тоже подтупливала, ну как бы ничего страшного, как есть, это лайв-контент, поэтому я осталась довольна и видео с Любой, и ароматами, и эфиром с Крис, короче, в общем так. Так, дальше, еще одна маленькая новость, которой я хочу с вами поделиться, ну как новость, но мне, конечно, приятно, я тут развиваю свой Инстаграм, ну как развиваю, просто выкладываю парфюмерный контент, какие-то юморные рилсы, и, вы знаете, вот так хотелось бы, чтобы залетело что-то парфюмерное, потому что тухляндия у нас в Инстаграме вообще плохо обстоят дела с парфюмерией, мы уже с вами это обсуждали, ну ничего интересного, никаких интересных обзоров, я сегодня просто опять душнела, поэтому, ну, говорю вот свое мнение, свою точку зрения, вот как считаю. И у меня, несмотря на все то, что я там стараюсь, режу эти рилсы, картинки красивые подбираю, я залетел просто наитупейший юморной рилс, вот тупее просто не придумать, но меня это, конечно же, порадовало, все равно приятно, когда что-то залетает, когда есть просмотры, поэтому, кто еще не подписан на меня в Инстаграм, вы можете это сделать, я там сейчас активничаю, я ссылку обязательно оставлю на свой Инстаграм в описании под видео, но я работаю над этим моментом дальше, я все-таки надеюсь, что рано или поздно парфюмерный контент начнет залетать, и я приобщу пользователей Инстаграм каким-то классным редким ароматом, о которых реально никто не знает. У меня, конечно, нет такой цели, я все делаю от души, и мне по кайфу действительно рассказывать про какие-то редкие бренды, редкие марки, неизбитые ароматы, и я надеюсь, что рано или поздно парфюмерный контент в моем Инстаграме начнет расти. Собственно, то, ради чего я туда захожу, ради чего мы здесь собрались, потому что парфюмерного контента много, и я приняла решение не так давно дублировать его еще и в Инстаграм. Причем мне подсказал эту идею мой друг из Москвы, он приезжал, он говорит, а почему ты ничего не выкладываешь в Инстаграм? Он говорит, у тебя же столько этого парфюмерного контента. Я говорю, да я не знаю, ну, типа там я как-то что-то начинала снимать, потом забросила, время, все упирается во время, понимаете, время – это такой ценный ресурс, и он говорит, ты просто дублируй контент. И я начала дублировать действительно контент вот буквально недавно, и снимать какие-то, знаете, такие жизненные рилсы, куда я могу все вот это вот свое бесячество какое-то выбросить, да, что-то, что отражает меня, и как я вам уже сказала, как и предполагалось, собственно говоря, да, как все говорили, что залетит вот такой самый тупой рилс, он будет вируситься. Ну, как залетит? Ну, то есть я считаю, что по просмотрам, по крайней мере, для моего профиля, если сравнивать там с другими рилсами, на которых меньшее количество просмотров, это хорошо. То есть какой-то результат он есть, и дорогу оселит идущий. Понятное дело, что не бывает всего, и сразу я себе говорю об этом, что мне вот проект просто такая нетерпеливая, понимаете. В каких-то моментах, вот где не надо терпеть, я терплю, а в каких-то моментах, где надо потерпеть, я не терплю, просто логика. И вот из-за этого вот я все вот, мне надо вот сейчас же сразу же просто там 100 тысяч просмотров, 200 тысяч просмотров, либо просто я привыкла и сужу по Ютубу, потому что на Ютубе у меня все пошло как по маслу сразу. То есть у меня за первую неделю было сразу же тысяча человек, у меня достаточно быстро вырос канал. Видимо, Инстаграм это другая стезя, это другой мир, где действительно нужно запастись терпением. Но я убеждена, что когда ты прикладываешь усилия и стараешься, результат будет не сразу, пусть придется подождать, но все равно он будет в любой вообще сфере, в любой отрасли. Самое главное, это вот когда ты к чему-то идешь, это не сдаваться, то есть не сдаваться, не опускать руки на полпути, запастись терпением. Как я уже сказала, дорогу осилит идущий, просто идти вперед, идти к своей цели. Может быть, я сейчас кого-то смотивировала, так вообще во всем. В работе, в построении тела, в фигуре, в взаимодействии с людьми, и то же самое, да вообще, в общем, в любая сфера она сюда подходит. В принципе, под эту фразу. Чем я еще хочу поделиться, что еще у нас с вами по новостям? Я, наконец-то, вернулась к постоянным тренировкам по пилатесу. Причем я занимаюсь сейчас пилатесом продвинутого уровня. Я когда-то сама вела и йогу, и пилатес, ну, начальный, так скажем, уровень, и бодибаланс. Для тех, кто не знает бодибаланс, это программа Less Mills, то есть он выходит, какой-то цикл идет, и потом программа меняется, выходит новый релиз. Очень, кстати, крутая тренировка, и там смесь различных направлений. Я обожала бодибаланс. Вот сейчас я задумалась серьезно о том, но не так давно, что я хочу опять заниматься пилатесом, потому что пилатес – это круто. Это проработка всех групп мышц, это проработка кора, это мобильность суставов, это укрепление связок, это гибкость. Короче, пилат, вот все те, кто говорят, что все эти йоги, пилатесы, растяжки – это все говнище, это не говнище, это прекрасные просто направления, которыми можно разнообразить свои постоянные тренировки. И растяжкой, и укреплением связок суставов – этим вообще нельзя пренебрегать. Это я сейчас говорю для тех, кто занимается только силовыми видами спорта, там ходит тренажерку, что-то тягает. Это то, чем нельзя пренебрегать, потому что если вы будете включать в свои тренировки пилатес, особенно растяжку, ваше тело, ваши мышцы, ваша спина, ваш кор, они вам потом наоборот скажут огромное спасибо. Я занимаюсь пилатесом на платформе Фитстарс. Вы знаете, что я говно не посоветую, ну, по крайней мере, я говорю, как есть. Все, что касается спорта, фитнеса, я в этом плане очень избирательна и очень придирчива, и мне угодить тяжело. И сейчас, помимо моих функциональных тренировок, которые у меня постоянные, которые у меня обязательные, я два, стараюсь три раза в неделю находить время для пилатеса, когда как получается. Получилось три тренировки, супер, вообще отлично. Получилось две, тоже хорошо, потому что лучше так, я считаю, да, чем вообще никак. Особенно, когда плотный график, времени мало, а хочется свое дело держать в тонусе, то Фитстарс – это отличное решение, потому что здесь собраны различные программы для различных целей. Здесь и кардио, и силовые, и растяжки, и йога, и пилатес, для новичков, тренировки вообще подходят для новичков. Также есть для среднего уровня, для продвинутого уровня, под каждой тренировкой вообще все написано, для какого она уровня, сколько она длится, сколько калорий задействуется, да, сжигается во время тренировки. Плюс не нужно дополнительное оборудование, что я вообще обожаю, вы знаете, я фанат домашних тренировок, и я вообще сама всегда занимаюсь дома. Это мега удобно, то есть у тебя нет привязки к тренажерному залу, у тебя нет привязки к оборудованию, у тебя вообще нет никакой привязки, ты можешь хоть на отдыхе заниматься. Вывел на телевизор, с телефона, с планшета, в общем, как душе угодно. Еще мне очень нравится, что техника упражнений разбирается очень детально и очень доступно, то есть все максимально разжуют и положат по полочкам. Нет такого эффекта, что ты послушал, посмотрел и не понял, как это делать. Ну и еще один момент, который я должна отметить, это то, что на платформе есть раздел с питанием, есть раздел с обучающими материалами и с рецептами. Это тоже очень удобно, особенно для тех, кто считает калорий, особенно для тех, кто придерживается какой-то определенной схемы питания, это просто находка. Ну и самое главное то, что FitStars вернули легендарный безлимит навсегда. Я для своих подписчиков и зрителей оставлю промокод, я пущу его на экране, оставлю его в описании под видео и по моему промокоду у вас будет скидка 70% на безлимит навсегда. Но тариф, он будет расти в цене, поэтому если вы давно хотели заниматься дома, если вы давно хотели привести свое тело в порядок и вы не хотите затрачивать на это огромное количество времени, вы хотите быть в тонусе, подтянутыми, рельефными, еще, кстати, не поздно, еще только начало лета и не поздно встретить осень в хорошей спортивной форме. Поэтому заходите, смотрите, чекайте и обязательно пользуйтесь моим промокодом, потому что он действительно дает очень хорошую скидку. Сегодня мы с вами продолжаем говорить про мои желанные, офигенные и классные ароматные новинки, от которых действительно будоражат, которые действительно сносят крышу. К слову, ароматов новых еще, которые я вам не показывала, их три, но разговаривать мы сегодня будем про два. Почему вы меня спросите? А потому что я третий не могу назвать крышесносным и нет в нем такого какого-то офигенного, будоражащего, как я уже сказала, эффекта. А нахваливать то, что мне не особо нравится, я не люблю, вы знаете. То есть я всегда говорю честно, как есть. Поэтому про два аромата мы сегодня поговорим. Их я похвалю. Они действительно желанные. Одна из них осознанная покупка, другая, конечно же, естественно, аромат, который был куплен слепую. Считаю, что если не купила аромат слепую в этом месяце, месяц прошел зря. Примерно как-то так сейчас, знаете, мой мут по жизни, мут этого лета. Ароматы будут один с сайта Литуаль, другой с сайта Рандеву. Все ссылки я оставлю обязательно в инфобоксе в описании под этим видео. Если вы будете совершать заказ на сайте Рандеву, то не забывайте пользоваться моим промокодом 10ангелина. Начну я сегодня с аромата от бренда Mint, который называется Moon Glade. Вот так вот это все выглядит. Я специально все принесла в коробках, чтобы вам показать, как ароматы приходят. У бренда Mint достаточно однотипные стандартные флаконы. Ничего сверхъестественного в них нет. Все достаточно стильно, лаконично. Они все выполнены в одном дизайне. Названия различаются, дизайн одинаковый. Вот такая вот черная туба на магнитике. Вот так вот примагничивается. Moon Glade – это мой второй аромат от бренда Mint. И если сравнивать, проводить параллели с Mystic Treasure, про который я тоже рассказывала как-то зимой, то это, конечно, два разных аромата. И в Moon Glade в нем меньше зашкварности, что ли. То есть он более носибельный. Если Mystic Treasure, он вообще не для всех, и он не на любой нос, то Moon Glade – это аромат, который больше обречен на успех. Я бы так выразилась. Почему я взяла себе именно Moon Glade? Вы помните, у меня были все сэмплы, фирменные сэмплы на все ароматы бренда Mint. Мне много что понравилось, но немного что прям, ах, знаете, до какого-то головокружения, чтобы мне это хотел в супермерный шкаф. Во-первых, почему я взяла Moon Glade? Нет, потому что это ярко, это стойко, это шлейфово. Ну а мы такое все с вами очень любим, конечно же, естественно. Мы же любим с вами стойкие шлейфовые ароматы. Вот напишите мне в комментариях, любите ли вы так же, нравится ли вам, чтобы ваш аромат, он тянулся за вами. Все, конечно, в пределах разумного. Сейчас многие разовьют эту тему, что вот общественные места, кирки, больницы, бакарада. Да, я и сама не раз про это говорила, но так или иначе, когда я отдыхаю, иду гулять, встречаюсь с друзьями, я, во-первых, не жалею на себя аромата, а во-вторых, мне нравится, когда за мной тянется шлейф. Но зная меня и говорю за себя, у меня 80% парфюмерии в шкафу такое. Оторви да брось. Заходи, не бойся, уходи, не плачь, как я люблю говорить. Второй момент, почему я выбрала Moon Glade, я сказала первое, да, то, что это вот ярко, стойко, шлейфово. Второе, почему я взяла, потому что это просто какие-то космические офигительные пачули. Они действительно заставляют тянуться вот носом за этим ароматом. Причем пачули это самая яркая для меня здесь нота. А аромат-то вообще не про пачули совсем. То есть он там древесный, фруктовый, цитрусовый, и пачули, они только в базе. Ну как они ярко, и просто шикарно привлекательно на мне открываются. И эти пачули, они мне перекликаются с мюглером. Кто знаком с творениями мюглера, и кто знает, какой характер у его пачули, неповторимые пачули, как я люблю их называть, вот это в эту же сторону. И ароматов на тему пачули у меня в принципе в шкафу достаточно мало. Поэтому, когда я встречаю качественные пачули, которые играют, которые в обрамлении других нот, и аромат меняется, то есть он не монотонный, он меняется. Он очень многоликий, он очень многогранный, то я такое просто брать и бежать. Беру, беру и бегу. Как я уже сказала, это шикарные, дорогие, статусные, унисексовые абсолютно, естественно, пачули. И уже вокруг них все крутится. То есть аромат и сладкий, фруктовый, тропический. Он и цитрусовый, он где-то и хвойный, он немножко и древесный, где-то легкий такой оттенок кожи. То есть и вот он меняется от сладости в начале, какой-то мультифруктовой сладости, фруктовой, до кислинки цитруса, кислинки лимона. Потом он вообще уходит в хвойность, в древесину. И вот это вот яркое, какая-то пронзительное. Вот именно здесь пачули, они пронзительные. Потому что я их слышу от и до. Вот я наношу на себя аромат, он заканчивает свое звучание в базе. Это просто невероятный пачули. И мне еще очень нравится в этом аромате связка сочности, зеленой терпкости и вот колкости, остринки, пикантности вот этих вот пачули. Но он выполнен очень современно. То есть, знаете, у меня он вызывает ассоциации с Ксирджов Куатро Пиццы. Не потому что они похожи, а потому что Куатро Пицца у Ксирджов, они молодцы. Они посмотрели на этот туберозный аромат, на этот туберозный аромат и поняли, как надо сделать, чтобы это был идеальный такой туберозный аромат. Не слишком сильно сливочный, не слишком сильно зеленый, жвачный, животный. Что-то посередине. Ну и чтобы нюансы были там алкогольность, ром, терпкость, кокосовость. Так и с этим ароматом. То есть взять какие-то популярные цитрусовые ароматы, популярные мультифруктовые ароматы. То есть, специевые, где есть пачули, терпкие. И вот сделать что-то такое свое, но с идеальным балансом. Вот Moon Glade, он точно понравится тем, кто любит творение мюглера. Кому нравится Angel, звезда, да, и мужская, и мужской аромат, и женский аромат. Потому что фирменная ДНК, вот эта пачулистая, в ароматах мюглера оно есть. И вообще, кто просто любит ноту пачули, кто еще какие-то интересные, необычные, нетривиальные, многоликие пачули. Вот вам точно сюда, ну и если вы любите быть в центре внимания, чтобы аромат был стойкий, чтобы не нужно было его обновлять, чтобы от вас тянулся шлейф, потому что это действительно стойкий аромат. Сказать, для какого времени года он подходит, я ношу его сейчас и летом. Познакомилась я с ним зимой, но зимой я его сразу не поняла. Я попользовалась им раза два, то ли я уже просто перетестировала кучу ароматов бренда Mint, и до него уже как-то руки в последнюю очередь дошли. Но когда я вернулась к пробнику летом, я просто обалдела от того, насколько он красиво на мне раскрылся, насколько он переливчат, насколько он играет. Действительно, попробуйте обязательно, кто любит ноту пачули, кто любит мультифрукты, тропики, тоже, потому что у него много составляющих. Ну и второй аромат, как я уже сказала, это моя слепая покупка, аромат называется Dolce Risa от бренда Kale Fragrance. Вот такое вот у них тоже достаточно однотипное оформление. Я была знакома с одним ароматом от этого бренда, от бренда Kale Fragrance, но взяла я себе вслепую Dolce Risa. Просто логика, блондинистая логика, что к чему, нравился тебе ли на один аромат, надо тебе было брать его, но нет же, как себе нервишки не пощекотать. Мне же надо было вслепую, мне же надо было другой аромат. Но я решила, что вот, который мне нравится, он будет следующим. То есть я его обязательно куплю, потому что он тоже однозначно заслуживает внимания. Вот так вот выглядят флакончики у бренда Kale Fragrance, насколько я знаю, они тоже однотипные. Здесь еще была такая бумажка, свернутая в несколько раз кружочком, я не считала, если честно, что на ней написано. И вот такой вот флакон, это объем 100 миллилитров, это объем 50 миллилитров, вот так вот выглядят их флакончики, объем 50 миллилитров. Я себе взяла Dolce Risa, потому что я начиталась со схожестей Field de Diodo de Rizegrum, на одном дыхании сказала, да, вот это вот название, которое просто язык сломаешь от бренда Tata Libre d'Oranche и, соответственно, Dolce Risa. И Field de Diodo de Rizegrum это тот аромат, который уже просто днем с огнем не сыщешь, я как-то про него, кстати, рассказывала на канале в начале ведения канала, надо было брать флакон, он мне нравится, очень причем нравится, но сейчас уже придется потрудиться, чтобы его найти, и поэтому у меня выбор пал вот на аромат от бренда Kale Fragrance. И да, они перекликаются, но, на мой взгляд, Dolce Risa, он более, чуть более ванильный, он чуть-чуть побольше сладости, но опять-таки это не сладкий аромат, то есть он не липкий. Вот он для меня пахнет крем-содовый, вот если в общем и целом мысли свои выразить, вот про скрытие, это на моей коже крем-содовый, это прикольно, аромата на тему крем-соды у меня нет в шкафу, но так его ощущаю я. И даже знаете как, представьте, вот вы сидите где-то на открытой летней веранде, пьете прохладную крем-содовую, и перед вами лежит тарелка, на ней нарезаны фрукты, яблоки зеленые и цитрусы, потому что легкий цитрусовый аспект и кислинка вот этого вот свежего зеленого яблока, она здесь тоже хорошо чувствуется, и поэтому в этой сладости в ней нет липкости. Он становится кремовым в раскрытии, потому что здесь есть нота риса, здесь есть нота пшеницы, здесь вообще очень интересная пирамида, но это не молочный рисовый пудинг, как многие пишут, то есть какой-то съедобности пудингов, рисовых каш, рисовых десертов, вот чего-то такого я в нем не ощущаю. Для меня это, вот как я уже сказала, прохладная крем-содовая с цитрусовыми оттенками, с кислинкой, и в которой есть воздух, потому что это аромат дышит, он прекрасно, мне кажется, подойдет на любой сезон, но вот я его сейчас ношу летом. Единственный такой нюанс, о котором я должна сказать, это странный старт, то ли еще флакон не отстоялся, потому что он не так давно ко мне пришел, то ли это просто надо будет пережить. Вот первые 5 минут у него в старте цитрусы, лайм, по-моему, артемизия, и вот возможно артемизия, то бишь полынь, она играет такую шутку, то есть у него какой-то ацетонный немножко очень рисковатый старт. Я не могу сказать, что он неприятный, он просто врезается в нос, но буквально 5 минут и аромат под воздействием кожи, под теплом кожи, он начинает раскрываться, и он уходит в очень такую приятную, мягкую, кремовую, немного сливочную, чуть-чуть сливочную сторону. На самом деле это очень легкий и непринужденный аромат, вот он именно пузырьковый, веселый, искрящийся, его легко носить, и у него такие же стойкости шлейфов, как я сказала, легкий и непринужденный, не стоит от него ждать чего-то супер-сверхъестественного, нет, он на мне сидит точно так же, как Call Me Iris от бренда Le Zodanue. То есть это чуть ниже среднего, это вот то, что я готова обновлять, это то, чем я готова поливаться, но и в этом есть свой прикол, я не разочарована нисколько, потому что я в последнее время хочу чего-то на понятном, понимаете, то есть ароматы на понятном. Не зашкварную нишу, я немножко передыхаю, а мне хочется вот чего-то такого классного, легкого, непринужденного. Попалился и пошел, и прекрасно себя чувствую. Захотела уж очень сильно вечером, поменяла на какую-то всратую нишу аромат, да, чтобы угомонить что-то там свое внутреннее, что вот это любит. Ну, я думаю, что вы меня поняли, все равно все зависит от настроения, и у меня тоже так бывает периодами. Период, то мне нравится все просто термоядерное, вырвиглазное, а то вот у меня вот этот вот месяц весь, он в каких-то проходит понятных ароматах. Куатро пицца от Ксержок, в принципе, понятный, Дольче Риса, понятный, Мунглейд, ну, тоже не могу сказать, что какая-то всратая ниша, о чем мы там с вами еще разговаривали. Ля Султан де Соба мне очень понравился, тоже вполне себе понятный аромат. Ну, вот этим летом у меня так, посмотрим, что станет с ароматом, когда он отстоится с его стартом, может быть, будут проявляться какие-то другие оттенки, да, которых сейчас нет. И мне еще очень импонирует, в принципе, ценовая политика бренда Келл Фрегранс, я не могу сказать, что их ароматы очень сильно дорогие. На них на рандеву действует и промокод, и накопительная скидка. И в общем и целом это получается приятно по цене. Ну, у каждого свое приятно, но есть куда гораздо более хуже ароматы, за которые требуют гораздо больше денег. Вот так вот, скажем, здесь соотношение цена-качество, да, оно себя оправдывает. Следующий аромат, но я пока вам не буду говорить, я возьму себе второй аромат от этого бренда, как раз-таки с которым я знакома, и о котором я тоже уже давно думаю. Но они все-таки немножко разные. Ну что, мои дорогие, на сегодня это все, конечно же, пишите мне про ваши парфюмерные новинки, может быть, к вам что-то пришло, что пробовали и тестировали из моей подборки, как вам бренд Mint, кто у меня с ним знаком, ваши эмоции, ваши впечатления, знакомы ли вы с брендом Келл Фрегранс, как сказала, знаете, просто как с произношением, вообще для меня, на меня это не похоже. Знакомы ли вы с этим брендом, пробовали ли аромат Dolce Risa, какие еще ароматы от бренда вам нравятся, что пробовали, что тестировали, пишите, я все с удовольствием почитаю. Не забывайте ставить лайк на видео, активность, ставьте лайк, пишите комментарии, нажимайте кнопку колокольчик, все это влияет на продвижение канала, на продвижение контента. Ну, кнопка колокольчика, я не знаю, влияет или нет, но комментарии, лайки, активность, да, они реально продвигают видео, причем я читала, изучала алгоритмы YouTube, комментарии YouTube засчитывает от 5-6 слов, то есть если написано больше, чем 5-6 слов, это способствует как раз-таки активности, то есть YouTube, он пропускает и засчитывает эти комментарии. Не забывайте про мои соцсети, что помимо YouTube у меня также есть канал в Telegram, опять забыла об этом вначале сказать, Instagram, тоже оставлю, в общем, все ссылки на Instagram, на Telegram, я оставлю в описании под этим видео, кто хочет, добавляйтесь. На этом у меня сегодня все, большое вам всем спасибо, как всегда, за внимание, всем пока и до новых встреч.